Ранее, чем горы Эльбруса, наши горы формировались 12 лет назад, а вершинки во главе с Эльбрусом, это Кавказский хребет, им 8-10 миллионов лет. И поселение наземцево, что слева, смотрите, оно утопает в зелени. Это естественный лес, который вырубался, чтобы появились первые поселения. Шотландцы сюда приехали, но уже приехали на место, которое было освоено нагайцами, абазинами. Называлось Карас, селение Карасовы, Карасевы. Это довольно распространенная фамилия среди кавказцев в Дагестане есть. Селение Карас по имени ханов. Здесь очень выгодное расположение. Если соединить гору Змейка, что перед нами и Машок, что за нами, и гору Пештау, что слева и Лысую, что спряталась с правой стороны, на этом месте эти две линии пересекутся, на месте, где сегодня поселок наземцево и мусульмане выбрали это место для поселения, потому что удобно по солнцу определять время молитвы. Ну а уже зеленое место, влажное, со множеством речушек, джемухай, тут 5 штук. Они все протекают в том или ином месте, через наземцево. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот эти площадки, мы сейчас их увидим, Лермонтовская она называется сегодня, памятник поэту установлен, самый последний в России. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 1988 год, он должен был установлен быть у дома в Москве, где Лермонтов родился, но что-то не прошел конкурс и за пастницах лежал. И потом приехал сюда, в железнаводск, памятник Лермонтов. А мы сейчас пройдемся как раз вот на террасах, где жил Пушкин. Вот пройдем буквально метров 5, а Львов Сергеевич спала, в Кемиде, это начало 19-го столетия. Именно у воды проживала кровь. И она там по тачке, а от этого тачка по тачке. Тау, седло видно, и большой тау, 1402 метра. Здесь до войны находилась курортная гостиница, шикарная стопоточка, но она носила имя Сталина, и немцы разрушали все, независимо от архитектуры, что носила советские названия и имена собственные. А вот эти два здания, первое и второе, это первое здание на каменном фундаменте, начало 20-го столетия было построено здесь. Это была контора группы, где была администрация вод. Куда приходила почта, если вот здание дилежанцев, помните, я делала акцент сегодня в музее Толстого, станция дилежанцев. Появилась железная дорога, и станция дилежанцев утратила в каждом городе свое значение. То есть все, лошади не нужны. И уже переселился центр этой жизни сюда, в контору группы, где была администрация, где можно было похлопотать, поискать номер. И когда Пушкин приезжал сюда в свое время, в 1820 год, почему он жил в палатке? Потому что вот здесь, в этом месте, было построено первое здание, пять комнат было, мало очень места. Поэтому и жили, вот с чем приехали, да, там вот и жили в таких условиях. Это было лето, поэтому было возможно жить в палатках и в кипитках. То есть вот эти здания первые, начале 20-го столетия каменные, а вот здание, где реставрируют вход, сегодня это храм Покровский. А раньше, 1912 год, это было ванное здание. Шикарное ванное здание, трехъярусное. Вход был там с нижнего яруса, сюда поднимались. Сегодня оно, представляет такую кубическую форму, вот эти все террасы, балконы в советское время были застроены, потому что ванных кабин надо было больше. В 90-е годы это здание стало пустовать, и в 90-м году его отдают храму православному, потому что в этой части курортных храма не было. Он был в 19-м столетии, в 30-е годы разрушили его. Почти был на месте памятника Ленину, сегодняшнему памятнику. В 30-е годы этот храм был разрушен, и вот до 96-го здесь в курортной зоне не было храма. Поэтому пустующее здание, местные не сразу жаловали, говорили, вот были вани, а теперь это храм. Ну, со временем храм обрел популярность и трогательность свою. Здесь есть источник, если зайти в эту дверь, источник Пантелеймона, минеральную водичку осветили, но уже ее подвели не от этого холодного, а оттуда подвели теплую воду. И здание, воду в эти ванны тоже вели от Лермонтовского горячего источника, пока водичка доходила, здесь она попривешла, она остывала до комфортного состояния. Вот остыла она уже скорее до начала 20-го, седьминого 20-го столетия она была холодной, потому что по всем описаниям горячей водой купались, ванны строили на базе горячей воды, а сегодня все тянут от славяновского источника, там горячая вода кальция. Расселен, земли какие-то выкуплены, какие-то города еще куда-то лежат, ну там тоже будет какая-то застройка готичных комплексов. Потому что железновозг был в соответствии с статусом, пойдемте потихонечку, европейского курорта. Что же самое недавно узнало, что город считается курортным, если в нем проживает не больше 50 тысяч жителей. Это курорт может быть. Больше это уже не курорт. И во всех городах больше, а в Лермонтовске 26 тысяч. Поэтому сегодня большое внимание у Железновск уделяют, развивают, каскадка, озеро, выделяются деньги из местного федерального бюджета, из курортный сбор. То есть хотят иметь 10 европейских, у нас тоже есть, да, есть. Именно по стандарту. И то, что там, да, на русский манер вокзал, то есть вокальный зал, это был вокальный зал, и находился он уже, построен 1875 год. Да, это уже после Лермонтовска местная, курорт стал разрастаться, выходить уже туда глубже, погореть железное на террасе. И здесь первые гостиницы, первые частные дачи, кофейни, то есть это место центральное, поэтому здесь была построена музыкальная беседка, так она и называлась. И указывает направление, называет время, он отломан. Гномон, вот здесь он должен быть, можно раскрутить за годов желания, но это надо всем навалиться. Вот мы беремся, вот металл выпуклый здесь, на колесо. А, куда будем вращать? Фочи с тобой? Туда, 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 давайте. Пошли, пошли, пошли. И желание загадываем, давайте, давайте, прикладываемся. Загадываем, загадываем. Ну вот, да, такой момент. Это к 200-летию вод было поставлено, к 100-летию 8-го. Давайте еще, давайте. К 1-го Тавская галерея, Кушкинская галерея, 1901 год, к 100-летию вод. А вот, видите, вот, да, такое... Давай здесь фотографии. И все желание, если вас с утра, было представлено. Хочете фотографии, мы все? Давай, 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 давай тебя. Идем, загадываемся. Давай быстро. С Николаем Вторым, он пожертвовал большую сумму денег на развитие флота российского. Ему выделили землю в Патиборске. Но он приехал сюда, на дачу Глюгенау, и увидел, то есть, панораму, гора Бестаун, деревья не были такими высокими. И влюбляясь в это место, он покупает здесь землю, свои средства. Он покупает огромное количество земли. То есть, вся территория, забор, забор означает, здесь начало, надо дать. Все эти формы округлые, солярные. И он покупает здесь землю. И в 900-м году закладывал здесь камень. По проекту архитектора Симонова, русского места. Он много здесь делал проектов. Появляется здесь эта дача к 1912 году. К тому времени Эмир умирает, сын уже достраивал. Но случилась неприятность. Один из рабочих погибает, упав со стен этой дачи. Но по восточным приметам это плохой знак. И сюда не приезжает Эмир своим гаремом. Хотя он строил огромный территориум. Вот это в виде именно Дворца Восточного. Очень много символей. И смотрите, большой шлем. Показатель того, что это непростому человеку. Там поют, танцуют. Но сейчас еще в связи с такими обстоятельствами массово людей не собирают. А так, каждый день, не только выходные или праздники. Здесь очень красиво. Суспекально, весело и удобно. Пойдем. Вот эти 500 метров на дровне моря находимся. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok